Здравствуйте, друзья! С вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать отличный бой на Чифтэне Т95. Это очень крутое сражение, которое, я думаю, вас действительно обрадует и впечатлит. И у меня для вас хорошая новость, хотя для некоторых, наверное, игроков внезапная новость. Это то, что вышел новый набор Twitch Prime. Да, так быстро. Но я, в принципе, предупреждал, что новый набор выйдет уже 12 марта в 20.00. Ну и вот, собственно, так и произошло. Ну и, конечно, уже известно, что будет в этом наборе. Дело в том, что данное видео я делаю чуть-чуть наперед. То есть я уже знаю, что набор выйдет в 20.00, но точное содержание его не знаю. Знаю, что там Шкода Т27, то есть премиум танк 8 уровня, барабанный с тремя снарядами. Очень хорошо, кстати, подходит для линии фронта, так как быстрый. Ну и, в принципе, урон довольно неплохо наносит. Также еще Шкода Т40 с СТ 6 уровня и новые боевые задачи. Все это вы можете найти у моего проверенного продавца по ссылкам в описании. Обратите внимание, что цена пока что очень даже неплохая. Кто-то говорит, а почему эта цена чуть-чуть выросла. Но дело в том, что это, собственно, Twitch Prime сам усложнил нам жизнь. И стало сложнее делать Twitch Prime. Поэтому они подорожали, собственно. Ничего с этим не поделать. Но, в принципе, 150 рублей, я считаю, по-прежнему довольно неплохая цена. Так что приобретайте. А что еще можно отметить? Вот довольно-таки неплохие призы. Ну, как призы, я бы сказал бы, те танки, которые были оплачены, пришли игрокам. Это именно Чифтейн. И минимальная сумма, которая составила в боновом аукционе, это 35 тысяч бон. Цена, конечно, умопомрачительная. Просто я не знаю, сколько бон у людей, откуда у них столько бон. Но, видимо, давно играют и давно копили. Но даже там, например, 34 тысячи бон. Ну, все, что меньше 35 тысяч бон не хватило. То есть, наверняка, многие там поставили и по 40, и по 45, и может быть, там по 50. Может, кто даже 60 тысяч бон поставил. Кто их знает. А завтра, как всегда, нас ждут ЛБЗ, которые дадут нам немножечко разнообразные халявы. ЛБЗ, ну, выходного дня, а также еще и пятницы. Враг на горизонте, первый ЛБЗ. Можно получить к опыту 50%. При этом количество выполнений не ограничено. Но при этом нужно за бой заработать тысячи единиц боевого опыта. Правда, тут не совсем сказано чистого опыта или любого опыта. Ну, наверное, любого. Также в два раза попасть в топ-3 по опыту в своей команде не обязательно подряд. Три большие аптечки дают четыре раза на каунт. Это можно получить. За любое количество обоев заработать 55 тысяч единиц боевого опыта, 15 тысяч единиц опыта дается. В целом, довольно скудные акции, скажем так. Но сейчас проходят другие довольно крутые акции. Там боевой пропуск. Довольно неплохая акция, которая позволит вам нафармить много всяких плюшек. Но она будет проходить аж три месяца. Так что, я думаю, вы с ней спокойно разберетесь и заберете из нее всю халяву. Далее, что стоит отметить. Вот победитель, который выиграл золото в прошлом видео. Спасибо ему большое за участие. Ты можешь абсолютно так же заработать голды. Вот тебе еще и замечательная такая вот возможность выиграть 5000 золота на сайте воткит. Ежедневно проводится супер розыгрыш золота, а также тут самые крутые премиум танки, которые ты только можешь вообще найти в игре World of Tanks. Используй мой промокод, чтобы получить максимальный бонус на данном сайте. Итак, ребята, тут Wargaming снова сообщает некоторые новости. Связаны они с коронавирусом. Да, сейчас, конечно, это такая вот всемирная проблема. Пандемия уже началась. Надеюсь, все закончится хорошо. И все вылечатся, и будут здоровы. Но, собственно, Wargaming заботится о своих сотрудниках. И некоторые из них, правда, не все, некоторые просто не могут, потому что у них специфика работы не позволяет. Ну, собственно, можно не приходить в офис, а работать на дому, как это, в принципе, во многих компаниях уже делается. Ну, чтобы не заразиться вирусом. Вот такие вот дела. Wargaming как бы тоже такие меры предпринял, конечно. Ну, в общем, напишите в комментариях, что вы насчет этого всего думаете. А мы идем дальше. И, конечно, ну, надо парочку слов сказать про ранговые бои. Хотя я уже детально их разобрал в дневном видео. Но тут, собственно, довольно неплохие плюшки можно будет получить. И даже если вы не играли в прошлых сезонах, то вы сможете попасть, в общем-то, в число тех людей, которые получат танк 9 уровня. Называется он, собственно, Panzerkampfwagen 50 тонн. Не путайте со всем 50 тонн. Танк 9 уровня. Чем-то напоминает леопарда, только с броней. Также еще вы получите, ко всему прочему, два улучшенных оборудования. Стабилизатор и досылатель. А также специальный стиль. Если же вы играли в прошлых сезонах, то вполне так вероятно выиграете вот такую вот самую главную награду за 17 жетонов. Это, ну, ко всему прочему, помимо того, что я сказал, еще одно улучшенное оборудование. То есть, три улучшенных оборудования. Это, считай, 15 тысяч бон, если брать, собственно, за боны. Все неизрасходованные жетоны, которые вы там не потратите, они будут переведены в боны по курсу за один жетон 500 бон. И стоит ли вообще участвовать в сием событии? Или же все-таки стоит его пропустить? Я считаю, что если вот вы полны сил, если вы не устали там, готовы, так скажем, соревноваться и тащить, то вполне можно попробовать. Награды в целом хорошие, но и напряг, конечно, серьезный. Ранги это очень жесткая тема. К тому же сейчас многие получили чифтейнов. И наверняка они, особенно в первый день, пойдут играть в ранговые бои. Ранговые бои, кстати, начнутся после линии фронта 16 марта. Вообще, стоит отметить, что сейчас какое-то нагромождение разнообразных событий. Понятно, что Wargaming пытается удержать онлайн, чтобы он не упал сильно. Ну, понятно, уже начинает падать, потому что, ну, другой сезон, уже весна наступила. И, конечно, игроки, ну, там, или отдыхают, или еще что-то другое делают. Зимой, конечно, играет побольше. Как сказал однажды Слава Макаров, главный, один из главных таких вот врагов Wargaming, это хорошая погода. Ну, вот сейчас погода, конечно, подулучшилась. Поэтому игроки не особо-то жаждут сутками сидеть напролет за компом и играть в танки. В любом случае, решать вам. Боны, конечно, потребуются. И тут стоит отметить, ребята, хорошую такую вот вещь. Вот кто не выиграл в аукционе, то есть мне начали писать подписчики, Миха, как же так, я столько долго эти боны зарабатывал, сделал ставку, 30 тысяч бон, думал, ставка пипец какая огромная. А в итоге имбу-то мне не дали. И, считай, зря ждал, надеялся, уже думал, как бы имба в кармане. А нет, не повезло. Но, собственно, не расстраивайтесь, потому что в скором времени, как я уже сказал, намечается замена танков за боны. То есть, действительно, та вещь, которая обрадует тех игроков, у которых много бон. Потому что, естественно, те танки, которые существуют в боновом магазине, они будут заменены на что-то новое. Появятся более крутые машины. Может быть, даже с глобальной карты вполне такое возможно. Даже, может быть, тот же Chieftain появится. Хотя, если и появится, то цена на него будет, наверное, зашкаливающая. Но это очень маленькая вероятность, потому что МВГ понимает, что этот танк пользуется спросом. И поэтому использует его для поднятия популярности глобальной карты. Но другие, не менее, на самом деле, интересные танки. Например, тот же TAPOK, так называемый БК-70-2-0-1. По-моему, так этот танк называется. Тяжелый, короче, такой мастодонт с пушкой от Е100. Но с башней, как У-2 почти. Только она, в общем-то, гораздо более бронированная. В общем, машина очень жесткая. И вот она вполне может появиться в боновом магазине. И вы сможете ее приобрести. Я считаю, что это будет просто замечательное приобретение. Ну, сами понимаете. Далее, что стоит отметить. Конечно, боевой пропуск тоже очень годная тема. То есть, вы сможете просто играть в World of Tanks на разнообразных танках. Даже если вы не горите желанием проходить полностью весь этот боевой путь. Хотя, ну, за бесплатно это, в принципе, недолго. За три месяца уж точно можно пройти. Но, в любом случае, вы, ну, как бы, будете получать по ходу дела разнообразные призы. Серебро, резервы, там, чертежи, там, и так далее. Там, всякие обучения для экипажа. Ну, хорошая тема, согласитесь. То есть, я не знаю, что другие ноют. Вот насчет того, что цена зашкаливающая, вот, заплатный контент. Это, конечно, просто, да, вот насчет этого можно поныть. Но вот насчет бесплатной части, в принципе, нормально, я считаю. Хотя, конечно, ну, вот эти вот дорогие награды, они, ну, не знаю, стоит ли оно того. То есть, слишком нужно много играть. Там, наверное, две, может быть, три тысячи боев за три месяца наиграть. Это, ну, огромное количество боев. То есть, Wargaming, на самом деле, нашел золотую жилу. То есть, они тебе и продают этот набор, золотой боевой пропуск за 6500 золота. А с другой стороны, как бы, тебе еще и нужно получить оттуда призы. То есть, может, вполне так получиться, что ты его купил за 6500 золота, но просто не успел там пройти за три месяца. И, по сути, он сгорает. Да, можно там будет купить, конечно, некоторые наборы, ну, вернее, этапы, то есть, которые ты не прошел. Каждый этап 500 золота. Ну, сами понимаете, на что это рассчитано. На то, чтобы Wargaming, в общем, в очередной раз заработал на гетам. Вот кто действительно зарабатывает сейчас. Ну, и на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам хорошего настроения. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok